Всем привет, дамы и господа, это ЦСКА Баскет Шоу, и у нас в гостях новичок нашей команды, Майкл Эрик. Майкл, привет. Привет. Как тебе тренировка с командой? Это было хорошо. Это было хорошо практиковать, это было хорошо начать к юроликой практике. Это было очень весело и очень весело. Из турецкой команды Майкл пришел в Тюрк Телеком, в чем твои баскетбольные силы? Моя страсть была в том, что он помогает в защите и контролирует темпу в локер-руме, а также контролирует пыль. Блокирует шоу, сборкаирует, уверенностью, что мы в защите в защите. Как ты узнал об интересе со стороны ЦСКА? Да, это было интересно. Я был в Нигерии, убраняя моего рода. Мой рода умер два недели. И я просто, понимаете, готовился к юроликой. Я получил позвоночника Дмитрия и сказал, что он серьезный или это пранк? Не пранкай меня сейчас, я в серьезной ситуации, пытаюсь убрать моего рода. Он сказал, что это Сеска, я хочу поговорить с тобой, чтобы потенциально привести тебя в команду. Я сказал, что давайте поговорим. И мы поговорили, и два месяца назад, три месяца назад, я здесь. Какое у тебя, может быть, есть прозвище? Многие мои названия были «Биг Майк». Некоторые мои коллеги называют меня «Эрико Джуниором». В Нигерии, моего рода, его название было «Эрико». Он был в Нигерии соцскохозяйственник в Нигерии. Поэтому они хотели поздравить его и называть меня «Эрико Джуниором». И некоторые люди пытались называть меня «Нигерийный «Найтмар». «Эрико Джуниором». Я хороший человек. Почему твой номер в ЦСКА 50, спрашивает Иван? Это немного сложнее. Я взял это лично. Мой отец на 50-м днём был очень радостный за ситуацией и в доме. Я был готов, чтобы решить, что я буду делать с моей жизнью. И на тот день он решил, что ты будешь жить с твоим братом в Америке и придумать что-то. Я пошел в Америку, мой брат решил, что я должен играть в баскетбол. Я начал играть в баскетбол на тот день. Первый джерси, который я видел, был на 50. Я просто... Я думал, что это сигнал. Конечно, я использовал на 50-м днём. Как много русских слов ты знаешь? Знаешь ли ты еще что-то по-русски? Я учился в последние два дня. Я знаю... Два последних дня учил. Я знаю три. Так, знаю три. Доброе утро. Доброе утро. Отлично. Доброе утро. Да. Спасибо. Привет. Это четыре дня, три слова. Хороший темп. Какая у тебя самая главная вредная привычка? Это хорошая вопрос. Моя плохая привычка – это быть на телефоне. В любом случае, я не могу. Иногда я стою на телефоне, и два часа прошло. Я на социальные, я на е-мейл, я на Твиттер, я на Инстаграм, на Фейсбук. Все. Два часа прошло. Как тебе снег? Много ли ты его видел? В последние годы я видел, но для первых 15 лет жизни я никогда не видел снег. Я был в Найгерии. Даже когда я приехал, чтобы посетить мою семью в США или Лондоне, это было как в сервере. Я никогда не видел снег физически, до того, когда я был 15 лет. Мой первый сентябрь в США. Я думал, что мир закончился. Последний вопрос, Адам. И все, личные твои цели. Понятно, что команда ты уже озвучил в игре в Евролигу, но личные цели ты на себя ставишь по этому сезону. Мой первый сентябрь в каждом году всегда – «финнись стронг». Когда я говорю «финнись стронг», то, как зависит от того, как сезон начался. Я всегда хочу «финнись стронг». И это дает мне возможность, чтобы играть в игре, чтобы победить игроков, победить в игроков или трофей. То есть, каждый год, я имею в виду, после половины сезона, чтобы победить сильным, в зависимости от того, как ситуация происходит, победить сильным. Евгений Сидых, Майкл Эрик, это «Сельское баскет-шоу». Счастливо! Спасибо!